Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии в студии Елена Керн. ЧП в Шарканском районе. 17 сотрудников молочно-товарной фермы, расположенной в деревне Чужегово, массово заболели сальмонеллезом. Они обратились в районную больницу с жалобами на плохое самочувствие. В результате 15 человек госпитализированы. Специалисты управления Роспотребнадзора выяснили, все заболевшие отравились в местной столовой. В процессе эпидрасследования были выявлены очень много нарушений именно санитарно-гигиенического плана. Именно то, что столовая была расположена в приспособленном помещении, не имела соответствующих производственных цехов, не имела соответствующего оборудования, соответственно, не имела документов, подтверждающие качество продукции, которые как производили, так и приобретали, неизвестно в каких местах, скажем так. Поэтому, к сожалению, по этим фактам столовая была закрыта. По решению суда столовая закрыта на месяц. На юридическое лицо составлены протоколы об административном правонарушении. Состояние заболевших сейчас медики оценивают как удовлетворительное. Госдума планирует увеличить штрафы для водителей за нарушения на зебре. Не уступил дорогу пешеходу, заплати 2500 рублей. Как восприняли эту инициативу водители и пешеходы, узнал Роман Вагинов. Если сейчас водитель, который не уступил дорогу пешеходу, рискует получить штраф 1500 рублей, то после принятия поправок в Кодекс об административных правонарушениях сумма составит уже 2500. Как вы считаете, будет это эффективно или нет? Не будет. Почему? Каждый раз повышает, никакого эффекта. Все равно больше нарушает. Переолок оживлен от разы магистральны. Без разницы. Просто водители настолько уже привыкли к этому, я считаю, что просто не пропускают. А сами часто, как пешеход нарушаете? Не положено вместе? Ну, знаете, бывает, конечно, не без изъянов, но тем не менее стараюсь все-таки соблюдать правила дорожного движения. Пропускают. В принципе пропускают. Да, это редкий случай, чтобы не пропустили, потому что регистраторы стоят. Да, вряд ли это будет эффективно. С водителей, конечно, особый спрос. Они как-никак находятся за рулем, управляют потенциально опасной техникой. Но, по их мнению, этот спрос должен быть обоюдный. Пешеход, он такой же участник дорожного движения. И он тоже частенько нарушает правила. Штрафы нужно поднять и для них. Я думаю, нужно всех пешеходов пешеходам дорожного движения обучить, чтобы они не бросались под колеса. А в правилах же написано, что у нас пешеход обязан убедиться в безопасности перехода. Вчера вот буквально тоже парнишка просто за пять метров до пешеходного перехода перебегал дорогу. Пройди ты до пешеходного, и там тебя в безопасном пропустят. А тут вот сами под колеса бросаются. Вчера навырошило. Горит красный. Там пять секунд светофор горит. Нет, идут, 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 идут. Так что надо и обоюдно. Если нам поднимать, то за пешеходом пусть смотрят тоже. Повышение штрафов, мера вынужденная, считает госавтоинспекция. Если число ДТП в Удмуртии в целом сокращается, то аварии с участием пешеходов только растут. Этой ночью, к примеру, столицы республики сбили 36-летнюю женщину. К улицу Новоожимова она перебегала в неположенном месте. За пять месяцев 2017 года по вине водителей транспортных средств зарегистрировано 124 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. Примерно на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате которого 5 человек погибло и 128 получили травмы различной степени тяжести. Но парадокс в том, что при любой величине штрафа за нарушение правил, выписать его может только сотрудник полиции. На каждый перекресток его не поставишь. В Москве и Казани такие моменты уже начали фиксировать дорожные камеры в автоматическом режиме. Не исключено, что технология придет и в Удмуртию. Роман Вагенов, Юрий Дроздов, телеканал «Моя Удмуртия». Тысячи жителей Удмуртии этим летом могут стать невыездными. Причина – неоплаченные долги. Право выезда за границу сегодня лишены 11 тысяч человек. Попасть в невыездной список может любой человек, чей долг превысил 10 тысяч рублей. О том, как избежать неприятной ситуации и не испортить себе отпуск, напомнили приставы. Настоятельно рекомендуем пользоваться банками данных исполнительных производств, которые расположены на официальном сайте нашего управления. Процедура очень простая. В поле необходимо набрать фамилии, имя, отчество, ввести буквенно-цифровой код, указанный на сайте. В случае обнаружения себя в списке должников, нажать кнопку «Оплатить». Приставы напоминают, оплатить свои долги можно через интернет, в отделениях банка, а также в республиканских МФЦ. В Ижевском центре занятости прошла ярмарка вакансий. Для потенциальных работников это возможность встретиться с десятком работодателей в одном месте и сравнить предложения. Какие специалисты востребованы сегодня на рынке труда – в нашем следующем материале. 10 ярмарок вакансий в год. Одна из них традиционна перед днем города. Сюда же пригласили работодателей. Два десятка представителей промышленных предприятий, торговли, почты и даже службы судебных приставов. Везде дефицит специалистов. Выбирают и присматриваются, как и положено на ярмарке, и работодатели, и потенциальные работники. Зарплата очень маленькая. Это 15 тысяч рублей. Это маленькая зарплата. Это как минимум нужно здесь по такой работе минимум 20 тысяч. А какую работу ищете? Я санкетник. Ищу работу по своей профессии, по диплому, так скажем, да, бухгалтер-экономист. Сейчас без опыта работы нигде не берут. Я пришла здесь еще попробовать. Какие-то предложения поступили уже? Пока вот дали бланк заполнительную. Не желают все 65, конечно, за лет. Но у меня 67. Ну, все равно заполняете, возможно. Мне это ползает устраивать. Ну что, дома сидеть, что ли, лежать? Я не хочу. Я хочу лучше заниматься делом. Трудоустраивают и пенсионеров, и подростков на время каникул. И готовы взять на работу озеленителями и почтальонами. Каждый раз через ярмарку проходит около 500 человек. В цене плотники, администраторы, менеджеры и даже управляющие. У нас на рынке труда остается некоторое несоответствие спроса и предложения рабочей силы. Из обращающихся к нам граждан преобладают специалисты с высшим и среднепрофессиональным образованием. А вакансии в основном подаются на рабочие профессии. И наиболее востребованы такие профессии, как продавец, помощник-воспитатель, повар, электрогазосварщик. По востребованным на рынке труда профессиям службы занятости проводят профобучение со стипендий. Обучают три категории безработных – женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, и пенсионеров. Елена Керн, Андрей Бусыгин, телеканал «Моя Удмуртия». Единая Россия начинает предварительное голосование. Впереди выборы главы региона. Партия определяется со своим кандидатом. В праймерис участвуют двое – временно исполняющие обязанности главы республики Александр Бричалов и руководитель Завьяловского района Андрей Коняшин. Первая встреча прошла с представителями первичных организаций. Обсуждали общие задачи. Сейчас территории вслед за Болезинским районом формируют свои карты проблем, где должны быть отражены и сроки их решений. К работе приглашены и местные активисты. Своего кандидата на пост главы республики в ближайшее время назовет и ЛДПР. Об этом на встрече с журналистами сообщил лидер парламентской фракции Тимур Ягафаров. 17 июня будет конференция, которая будет посвящена как раз выборам главы, на которой делегаты и должны утреть в ЛДПР. Высший совет партии свой выбор уже сделал. На конференции в качестве кандидата от ЛДПР на пост главы Удмуртии будет предложен нынешний руководитель фракции в региональном парламенте Тимур Ягафаров. В оздоровительном лагере «Лесная страна» завершилась первая летняя военно-спортивная смена. В ней приняли участие подростки из кадетских классов. Итоговым экзаменом для них стала большая военизированная эстафета «Все подробности» у Дмитрия Вороновнина. Собрать и разобрать автомат Калашникова менее чем за 20 секунд для ижевской школьницы Карины Крещеновой «Семечки». Уже три года девушка занимается в военно-патриотическом клубе «Граница». Финишный этап сложнейшей полосы препятствий в противогазе и с ящиком с боеприпасами в руках она сегодня преодолела мастерски, принеся партнерам по команде победу. Для меня уже разборка-сборка – это легко. Я натренировала за 17 секунд делаю. Ну, бежать, наверное, самое тяжелое. Ну, мы очень рады, мы хорошо сделали, мы тренировались, нам очень понравилось. Военизированная эстафета для 80 подростков из кадетских классов – это финальный аккорд лагерной смены в лесной стране. Девять дней под руководством опытных наставников и спецслужб. Они штудировали теорию военной подготовки, сдавали нормы ГТО, стреляли, проходили курсы выживания на незнакомой местности. Времени, в общем, зря не теряли. Все они хотят служить на границе, а пока и званием кадет очень гордятся. Повышает твой патриотизм, то есть любовь к родине, да, то есть ты становишься кадетом, ты несешь высокое звание, ты должен гордиться этим. Патриотизм и дисциплина воинская, она тоже много чему обязывает. В этом году воспитанники клуба «Граница» стали единственными представителями Удмуртии на параде кадетского движения на Поклонной горе в Москве. Безупречные навыки строевой подготовки подростки продемонстрировали и сегодня, несмотря на лужи на плацу, доставив ветеранам спецслужб немало приятных минут. Раз, три, два! Раз, три, два! Очень важно для нас, для страны, и приятно, на самом деле, растет достойно хорошего смены. Очень надеюсь, что большинство детей продолжит службу в органах правопорядка и, может быть, где-то в войсках. Первая военно-спортивная смена в лагере «Лесная страна» завершилась, но ижевские кадеты нынешним летом вернутся сюда еще не раз. Дмитрий Вороновин, Юрий Егоров, телеканал «Моя Удмуртия». Центр удмуртской культуры появится в Ижевске. Накануне прошло общественное обсуждение проекта. Уже известно, центр будет располагаться в здании бывшего театра «Короленко». С этого года мы начинаем его реставрацию и ремонт. И у нас через несколько лет, через три года, если быть точным, столетие удмуртской государственности, я вам точно могу сказать, что к этому сроку, а мы постараемся раньше, Центр удмуртской культуры там откроется. Чтобы этот центр привлекал максимум туристов, чтобы об удмуртской культуре знало как можно больше людей, которые приезжают в Ижевск. Сейчас ведется работа над концепцией проекта. Инициатором создания Центра удмуртской культуры стала Ассоциация «Удмуртки НЭШ». И у меня на этом все. Еще больше новостей на нашем сайте myudm.ru. До встречи. Ассоциация «Удмуртки НЭШ»